Смотрите, друзья, мы сегодня будем рассматривать тему. Я на самом деле немножко жалею, что я в прошлый раз ее поднял и я ее не до конца разобрал. Почему? Потому что было все-таки более правильно, наверное, поднять эту тему отдельным разом. Поэтому в прошлый раз мы рассматривали тему рождения свыше и я коснулся косвенно этого вопроса, но я все-таки решил отдельно сделать семинар на эту тему, так как тема очень спорная, очень противоречивая. И я немного попытался об этом своими словами говорить в прошлый раз, но все-таки надо ее разобрать поподробнее. Поэтому сегодня тема крещения Святым Духом, как я уже говорил, тема очень противоречивая. То есть на сегодняшний момент, начиная, наверное, конец XIX века, начало XX века, тема крещения Святого Духа – это одна из самых спорных тем, особенно между протестантскими и реформаторскими церквями. То есть вообще между деноминациями много есть непонимания, что это такое, как оно проявляется, как сопровождается, для чего крещение Святого Духа. То есть вообще это библейский термин, это теологический термин, это не я его придумал, но понимание этого термина, оно абсолютно разное в разных деноминациях. Поэтому наша задача сегодня максимально разобрать эту тему, не основываясь на какую-то традицию церковную, христианскую, а извлекать эту истину именно из Библии, как ее задумали изначально апостолы и сам Иисус Христос, наш Господь и Спаситель. При рассмотрении вот этой темы для некоторых людей, особенно кто имел предыдущий опыт, предыдущие знания, может вызвать когнитивный диссонанс. То есть что имеется в виду, это такой, знаете, внутренний такой дискомфорт эмоциональный. Почему? Потому что когда есть устоявшиеся какие-то уже правила, информация, верование, и они сталкиваются с новым, у человека появляется внутреннее какое-то, знаете, такое напряжение и дискомфорт. Ну, к примеру, есть таких два примера, если мы помним, да, вот Санта-Клаус и Дед Мороз, и вот дети очень свято верят, и вот, но когда они узнают, что это не так, как они верили, для многих это такой наступает когнитивный диссонанс, это такой, знаете, внутренний конфликт, так все-таки правда это, неправда. Либо, например, когда дети верят, что их нашли в капусте или покупают в магазине детей. И тут они, оказывается, узнают, что это совсем не так, как им до этого, может быть, рассказывали бабушки, дедушки, кто-то там это, и, конечно, происходит вот этот когнитивный диссонанс. Вот немножко про сам когнитивный диссонанс. Смотрите, в чем вообще его суть, вот этого термина, тоже не я придумал. Но, с одной стороны, есть некая существующая информация, да, вот человек во что-то верит, вот у него есть какое-то понимание в какой-то области, да, и тут вот поступает к нему новая информация, абсолютно противоречивая, которая, например, до этого он, ну, по-другому совсем думал. И вот у человека в голове такой наступает, такой, знаете, как взрыв такой, как эти две вещи, как он может их объединить. Смотрите, в когнитивном диссонансе есть три подхода, когда у человека происходит внутренний конфликт, у него есть три подхода. Первый подход – человек начинает анализировать, исправляться с внутренним дискомфортом, находя все-таки истину, и когда он находит эту истину или отвечает на свои вот эти волнующие вопросы, он успокаивается. Второй подход – это человек начинает себя убеждать в том, что он верил правильно до этого. Ну, например, нет, все-таки Дед Мороз существует. Вот я, например, вот прихожу домой, вот, там, допустим, 1 января, и вижу подарки под елкой. Что это значит? Значит, кто-то же их туда посадил, ой, вернее, положил. Значит, все-таки он существует, то есть мы пытаемся себя доказать, убедить, что он все-таки существует. Или, например, а кто сказал, что детей не покупают в магазине? Конечно, в магазине, вот, ну и так далее. И третий есть такой подход в когнитивном диссонансе – это когда человек вообще отказывается разбираться в вопросе. Меньше знаешь, проще спишь, как бы. Если человек думает, а ну, я еще, у меня и так проблем хватает, я даже и знать не хочу, в принципе, меня устраивает то, что у меня сейчас есть. Вот, поэтому, конечно, наиболее правильный подход – это все-таки первый. Почему? Потому что человек, ну, такое существо, по сути своей пытливое, как бы, с другой стороны, все-таки знать истину гораздо важнее для человека, для успокоения, во-первых, собственной совести, во-вторых, для успокоения, что ты все-таки движешься в правильном направлении, не в противоположном, как говорится. Вот, поэтому вот, все-таки первый подход, он наиболее верный. То есть надо все-таки разбираться в вопросах, надо все-таки пытаться, ну, не соглашаться с тем, все прямо, как вот говорится. Вот, поэтому может произойти такая вот ситуация, но пусть это нас не смущает, надо разбираться в вопросе. Вот еще вам один пример приведу когнитивного диссонанса. Вот. Как вы думаете, что здесь не так на этой картинке? Ну, это же Найк, не Адидас. Да, видите, то есть у нас в сознании происходит столкновение двух верований, да, типа, стоп, так это же Найк, а при чем тут Адидас? Да, то есть вот это тоже своего рода как бы когнитивный диссонанс, то есть наше сознание пытается найти все-таки объяснение вот этому явлению, да, например. То есть две конкурирующие компании спортивной одежды и вдруг в одном логотипе это, конечно, что-то удивительное. Вот, ну, это как бы как пример того, что может произойти, когда сталкиваются две информации, особенно когда у меня был предыдущий опыт или какое-то верование. Друзья, перед тем, как мы к самой теме подойдем, хочу еще раз напомнить, я очень много об этом говорю, но все-таки, ну, как бы стоит об этом еще раз сказать. Это вступительная такая часть. Для того, чтобы найти ответы на свои вопросы, особенно касающиеся библейских истин, есть три типа авторитета. То есть авторитет это что-то, на что я ссылаюсь, как на какую-то незыблемую там, ну, на какой-то, я не знаю, эталон какой-то, да. Смотрите, авторитет Библии, авторитет церкви, традиции, учения и авторитет личного опыта. Смотрите, на самом деле, все-таки за более чем двухтысячную, двухтысячелетнюю историю церкви, конечно же, их есть, во-первых, большое разнообразие церквей, во-вторых, большое разнообразие традиций и большое разнообразие учений. Есть также чувства, которые человек испытывает, внутренние чувства. Я чувствую вот так, я чувствую вот так, а мне кажется вот так. Это когда мы говорим про авторитет личного опыта. Но есть все-таки вот такой вот, ну, незыблемый как бы авторитет христианской веры, это Библия, которую признают все, без исключения христианские церкви и динаминации. Так вот, если я, например, хочу на самом деле найти ответ на мои вопросы и все-таки искать истину, то на первое место все-таки у меня должна быть стоять Библия и библейское учение. Следующее идет либо, либо, да, вот, либо, либо. Либо авторитет церкви, традиции, учения, либо авторитет личного опыта. Если авторитет личного опыта, то есть мои личные переживания и авторитет церкви, традиции, учения противоречат библейскому тексту, то они поддаются сомнениям. Ни в коем случае не наоборот. Вот. Почему? Потому что у каждого, знаете, как у каждого правда своя, а истина одна. Поэтому мы говорим так, что вот это, ну, как бы, ну, так говорим, это истина, а вот это правда. Так вот, если моя правда, она противоречит истине, то эта правда подвергается сомнению. Вот, кстати, я не знаю, как вы, но, в принципе, мы немножечко позже об этом поговорим. Например, я сталкивался с таким явлением, когда ко мне, ну, подходили, например, ну, друзья, там, христиане с другими конфессиями, они мне говорили, там, Сергей, а ты крещённый Духом Святым со знамением иных языков? Например, такой мне задавали вопрос. Когда мне задают такой вопрос, у меня сразу вопрос другой. А откуда взята вот эта формулировка? Так вот, друзья, вот эта формулировка, она взята изначально даже больше из традиции и учения церкви, нежели из Библии на самом-то деле. Теперь вопрос, а соответствует ли вот эта формулировка библейскому учению? Да или нет? Если она соответствует, принимаем это за истину. Если она не соответствует, значит, всё-таки мы за истину принимаем то, что нам предлагает Библия. Вот, может быть, вот я не знаю, там Аня когда-то рассказывала, даже вот у неё есть подруга, которая тоже ей задавала такой вопрос. И на самом деле вопрос очень хороший. Вопрос только в другом. Действительно ли вот эта традиция или учение в церкви, оно соответствует библейскому учению? И, ну, кстати, ещё так буквально одна ремарочка. Вот эта, кстати, формулировка, она не так давно появилась, кстати, вот в христианском, в христианских кругах. Она буквально этой формулировки, ну, может быть, ну, от силы там, ну, 150 лет максимум. Вот, может, даже и меньше. Это формулировка церкви последних времён. То есть это было вот буквально, ну, там ей около одного века всего лишь. Вот, почему? Потому что она зародилась тоже в определённой традиции церкви под определённым движением, ну, действием определённого личного опыта одного из лидеров, ну, того евангельского движения. И вот эта формулировка вошла в обиход, и её уже как бы выставляют как за незыблемую истину. Вопрос, а так ли это, как нам говорят? Следующий. Тоже об этом часто говорил, ещё раз повторюсь. Есть два подхода. Принцип экзогезы или айзогезы. Когда человек исследует Библию, или человек, который ссылается на библейский авторитет, он должен учитывать один очень важный аспект. Айзогеза – это подтверждение некой идеи Библии. Айзогеза – это извлечение истины из библейского текста. То есть, ну, тут как бы вопросы есть, нету какие-то… Например, кто-то скажет «Земля плоская». Давайте искать в Библии теперь текст, который подтвердит эту идею. Или, например, ну, тоже такая формулировка, вот, ну, я вам просто расскажу одну такую историю, как бы, она тоже имела место быть. Это исторический причём факт, это не я придумал. Был один очень такой мощный, сильный евангелист. Он был в конце XIX века в Соединённых Штатах Америки. Он, ну, как бы, просил у Бога крещение Святым Духом. Была такая ситуация, и вдруг, после долгих там пребываний в посте, вдруг он испытал некое какое-то духовное переживание. Он упал, начал говорить на другом языке на каком-то, ну, какие-то извлекать звуки. И он начал видеть в видении огонь, который вокруг его, как бы, окружает, и он в огне, как бы, и всё такое. Когда вот этот служитель, он, как бы, отошёл от этого состояния, он вдруг задал себе вопрос, что это было? Что я сейчас пережил? И вот он, значит, ну, так как мы всё-таки ссылаемся на библейский авторитет, мы пытаемся в Библии что-то найти. Вот он нашёл в Библии, как бы, формулировку такую, что когда Иоанн Креститель говорил, что идёт за мной сильнее меня, у которого я не готов снять, ну, завязать, там, обувь на ноге, он будет крестить вас Духом Святым и огнём. И тут он, вот этот служитель, он говорит, а, всё понятно, значит, вот этот огонь, который я видел, вот это тот огонь, о котором здесь говорится. А вот этот вот крещение, то есть вот это состояние и говорение на других языках, это, наверное, вот это вот крещение есть Духом Святым. Вопрос, видите, вот в чём здесь возникает вопрос? Это экзегеза или это айзегеза? Здесь что является больше влияние личного опыта или чего-то другого? Вот как вы думаете, вот сам вот это в этой истории, в этой ситуации, что произошло с человеком? Личный опыт экзегеза, нет? Да, это личный опыт был. Человек пережил некое какое-то сверхъестественное состояние, и он применил айзегезу. Он это состояние, он не придал ему как бы сомнению, это состояние. Он посчитал изначально априори, что вот это состояние правильное, оно библейское. И он единственное говорит, ну что, дело осталось за малым, только это Библию подтвердить. И применён был принцип айзегеза. Так вот, что надо было сделать по-другому? Надо было наоборот, подойти, изучить Библию, найти библейскую истину, сказать, Господи, почему у меня вот этого нет? Почему здесь написано, а у меня вот этого нет? Так вот, более правильный подход это применение экзегезы, это извлечение библейской истины из Библии. И второй момент, авторитет Библии, он превыше личного опыта или традиции учения церкви. Библейский авторитет должен быть превыше. Следующий, последний принцип, по которому идёт изучение Библии, это, кстати, опять же таки, вот эти вещи, о которых я сейчас говорю, это вообще человек, который изучает богословие именно на уровне семинарском богословии. То есть он вообще, перед тем, как изучать богословие, он вообще вот эти все принципы он изучает как инструменты. То есть какими инструментами он будет пользоваться при правильном подходе к библейскому тексту. Так вот, принцип толкования писания – это отсутствие противоречий во время, ну то есть когда я делаю какие-то выводы, нет противоречий внутри. И второй такой момент – исследование от общего к частному. То есть это, есть два подхода, это индуктивный и дедуктивный метод. Дедуктивный метод, что это? Кто помнит? Штирлиц любитель был, ой, не Штирлиц, этот, извините, Холмс. Холмс и доктор Ватсон. Дедуктивный метод. В чём была суть дедуктивного метода? Кто может вспомнить? Не помните, нет? Дедуктивный метод. Не помню, Серёж, говори. Да, дедуктивный метод – это, например, мы берём некую деталь и из неё рисуем всю картину. Например, вот Шелла Холмс идёт и нашёл волосок рыжего цвета. И он – га, волосок, здесь был мужчина, мужчина средних лет, а он курил трубку и ходил в грязных башмаках. Ну и он пытается, ну если вы смотрели про Шелла Холмса фильмы, как бы, ну вот вы, наверное… Так вот, к Библии применяется совершенно обратный подход, называется индуктивный подход. Так вот, индуктивный подход – это мы рисуем или приходим к истине от общего к частному. То есть, мы находим мужика с грязными ботинками, начинаем ковыряться в его ботинках и находим там рыжий волосок в ботинках. И вот этот рыжий волосок, вот это вот у нас цель, куда мы вообще пришли. Смотрите, как изучение идёт Библии. Сначала идёт… Когда мы находим ответ, он не должен противоречить ни главе, ни книге, ни всей Библии. Например, очень была расхожая такая идея, например, сказал, на, Бога нет. Вот, кстати, атеисты во время воинствующего атеизма, они говорят, даже в Библии написано Бога нет. И те такие, как это Бога нет, как это Бога нет. В Библии не может такого быть написано, Библия про Бога. Оказывается, что делали атеисты для людей, которые не знали ни Библии, ни христианства? Они нашли в псалтере действительно формулировку, написано, Бога нет. Но проблема была какая, что если взять, посмотреть на смысл этого отрывка, то в отрывке написано, сказал безумец в сердце своём, Бога нет. Что сделали? Они взяли, абсолютно проигнорировали вообще идею книги, идею главы, идею текста, выхватили просто вот этот вот отрывок и сказали, Бога нет, в Библии написано так. Но мы что понимаем, что вырвано из контекста. Поэтому, друзья, сегодня для рассмотрения вообще вот этого учения о крещении Святым Духом нам надо всё-таки учитывать правила или подходы, правильный подход к Библии для того, чтобы правильно найти вот эту истину, как её задумали Христос, задумали апостолы. И мы сегодня с вами будем стараться максимально всё-таки находиться в контексте вообще Нового Завета и отдельных книг, и отдельных текстов. И это нам поможет всё-таки сделать правильный вывод. Смотрите, вот один такой, сделаю вам пример, который поможет нам сейчас понять, что происходит, когда человек вырывает какую-то идею из контекста и пытается на ней строить целое богословие. Друзья, что вы видите на картинке? Сердце. Ну, можно подумать, да, или буква М. Незаконченный рисунок, начало чего-то. Так, хорошо, замечательно, да, видно от сердца. Кто-то букву М видит, да, незаконченный рисунок. Друзья, лепесток цветка. О, лепесток цветка, отличная мысль, отлично. То есть, видите, вот вроде бы мы смотрим, вот это для нас вот изображение, оно отображается в нашем сознании, как некая уже законченная картинка, да, то есть уже извлечённая какая-то истина. То есть истина у рисунки, истина об изображении. А что вам теперь вот это напоминает? Как вы думаете, что теперь значит вот этот символ, вот в этом названии? В изменённом положении это уже значит букву. Да, но самое интересное, что сам рисунок я не поменял, он как бы просто, ну, немножко угол поменялся, да, чуть-чуть. А теперь смотрите, что за буква здесь? Б. Б. А что за название? Балконы. Балкони, да. А что это такое за балкони? Что это обозначает? Ну, вообще Италия паста, но тут балконы, не знаю, с русским ассоциацией. Да, это логотип, да, некой фирмы, какой-то компании. Друзья, вы знаете вообще, чем занимается эта компания? Никто не столкнулся с этим? Нет, Серёж, сладости. Они делают сладости. А теперь смотрите, мы пошли с вами методом не индукции, а методом дедукции. Мы пытались из этого изображения найти всё-таки конечный смысл. Друзья, ну, а как оказалось первоначальное значение и конечное значение вообще, что это такое? Видите, мы совершенно по-разному. А теперь смотрите, давайте мы всё это промотаем в обратную сторону. Вот когда вы увидите вот эту упаковку, то есть вот мы увидели упаковку, мы видим, что здесь пирожное изображено. Поэтому, а потом мы, например, смотрим, а, ну, так это ж понятно, это ж название компании, которая производит пирожные. А это что сейчас для вас обозначает? Когда мы уже видим всю картину происходящего? Ну, у нас всё-таки, видите, уже ассоциация совершенно с другим, правильно? У нас уже ассоциация с буквой «Б». Ну, сердечко всё-таки просматривается, но буква «Б» в начале слова как бы всё равно, она уже имеет место быть, да? Друзья, где-то вот таким вот похожим образом многие люди подходят к Библии. Видите, они вырывают просто из контекста какую-то идею, раскручивают свою какую-то философию, какое-то учение. А в результате это вообще даже не то, что изначально было задумано, это вообще не про то, как бы говорится. Вот, но если мы люди, которые хотим всё-таки разобраться, нам надо всё-таки, если я хочу пирожных, я всё-таки иду и использую первоначальный смысл. Вообще, как его задумал автор, инженер, дизайнер, вот первоначальный смысл вообще всего происходящего. У меня, знаешь, сразу что такая идея возникла, что как мы можем судить о Библии, когда мы её, например, ну, я за себя скажу, целиком всё не прочитала. Да, очень хорошая мысль. Вот, поэтому смотрите, какая задача – читайте Библию. Второй такой момент, друзья, видите, читая Библию, всё-таки потому мы с вами здесь и собрались, для того, чтобы иметь разнообразие мыслей и идей. То есть у вас есть некая предыдущая опыт понимания, да? Теперь тут появился такой Серёжа, который предлагает какую-то тоже, как бы, ну, свою версию на вот этот предмет. И вот теперь вопрос. Вот у нас происходит когнитивный диссонанс. А вообще, правда ли всю жизнь, которой я до этого был, а вообще, правда ли я верил или верила, что вообще эта буква М – это сердце? А может, это вообще речь идёт о горожанной, как бы, о логотипе, понимаете? Поэтому, друзья, когда есть вот такие вещи, они, наоборот, помогают нам немножко отойти в сторону, как бы, проверить наше убеждение, наше верование и в конечном итоге сказать, да, я правильно верил. Или да, я не совсем правильно верил и я должен правильно верить, потому что, на самом деле, ну, это то, к чему, в принципе, и призывал Иисус Христос. Он говорит «Исследуйте Писание, ибо они написаны обо мне». Вот. Ну, он, как бы, делал это в упрёк. Он говорит «А, исследуйте Писание», да, он говорил это книжникам, фарисеям и судакеям. Говорит «А они свидетельствуют обо мне». То есть, имеется в виду, что Писание свидетельствует о Христе, они свидетельствуют об истине, да, то есть, и мы обязаны исследовать истину. Мы должны прийти, мы не должны игнорировать истину, потому что в конечном итоге, ну, с чем мы останемся? С дырявым карманом, как бы, ну, в таком образном смысле этого слова, да. Ну, например, тоже, ну, когда мне дают большую сумму денег, я хочу проверить, действительно ли все купюры там правильные, истинные, да, то есть, или не фальшивые. Почему мне это важно знать? Вот вам дают тысячу фунтов наличкой там, по 20 фунтов в пачке. Вы просто так, не пересчитывая, поверяя себе, в карман все положите, или будете все-таки пересчитывать, смотреть, а фальшивые или не фальшивые. Почему это важно? Ну, для нас. Пересчитывать и смотреть, фальшивые или нет. Ну, чтобы знать сумму действительную. Правильно, а вдруг нас обманули? Второй момент. А если это фальшивка, то что получается в результате? Ну, значит, там на самом деле меньше, чем нам сказали. Вот, видите? Поэтому, вот, когда мы касается вопрос денег, как бы, друзья, у всех без исключения включается правильная моторика, понимаете? Моторика рук играет очень хорошо, работает. И мы, как бы, очень внимательно изучаем, а действительно ли мне дали не фальшивки. Когда касается вопрос верования и убеждений, часто люди к этому очень пренебрежительно относятся. Хотя, по важности, это не менее важно, чем правильное количество купюр в пачке и их достоинства и, на самом деле, их, как бы, ну, истинность этих купюр. Поэтому, вот, к этому, как бы, вот, у меня такой призык. Давайте будем изучать истину, как ее нам все-таки передали апостолы и не игнорировать это. Смотрите, друзья, на сегодняшний момент, ну, вообще, в контексте Святого Духа, здесь встречается немало разных таких вот фраз, которые мы встречаем. Первая фраза – крещение Святым Духом. Смотрите, я намеренно сейчас ставлю современную интерпретацию этих слов. Почему? Потому что вы поймете, почему потом. Например, такое тоже – исполнение Святым Духом. Есть тоже такая фраза, часто употребляется. Это библейская фраза, в Деянии 2 глава 4 стихе написано. Что такое исполнение Святым Духом? Им это некое вдохновение свыше, да, это духовное состояние человека, когда Бог дает особую силу от Святого Духа человеку для каких-то определенных задач. Потом, смотрите, есть тоже такая формулировка, называется «дары Святого Духа». Это некая навык или способность человека, которая, это духовные способности, которыми наделяется человек для служения Богу в церкви и за ее пределами для Божьей славы. Это «дары Святого Духа». Тоже очень распространенное такое понятие. Следующее – знамение от Бога. Вот знамение. Я уже говорил выше, например, знамение иных языков. Например, часто употребляется слово «знамение» с иными языками. Что такое знамение? Мы уже говорили раньше, особенно изучая служение Моисея. Знамение – это некий знак. Знак, который человек получает. Это сверхъестественное проявление от Бога для подтверждения подлинности Божьей работы в конкретном месте, в конкретное время. Вот есть, например, два текста Иоанна 6, глава 30 стих, 1 Коринфянам 14, глава 22 стих. В Иоанна 6, главе 30 стихом написано, что когда иудеи пришли к Иисусу Христу, они говорят, покажи нам знамение, что ты имеешь право так поступать. То есть дай нам какой-то знак, дай нам знамение. Действительно ли твои полномочия, они от Бога? 1 Коринфянам 14, глава 22 стих. Апостол Павел, обращаясь к коринской церкви, он говорит, что говорение на других языках – это знак для неверующих, а не для верующих. А пророчество – это для верующих, а не для неверующих. Вы можете потом проверить это, открыть отдельно эти тексты. Я, кстати, это все записываю, поэтому можете потом видео просмотреть еще раз и сделать себе пометки, проработать эти тексты. Это я, почему я сейчас немножко пробегаю вперед, потому что мы сегодня с вами, друзья, будем говорить только насчет первого. Представляете, вот такой большой объем вопросов, но мы сегодня первого, потому что нам первого пока достаточно будет на сегодня. Тема очень обширная, тема очень большая. Давайте перейдем непосредственно к крещению Святым Духом. Определение понятия крещения. Итак, крещение, что это такое? Это баптизма или баптиза. Да, это баптиза, это непосредственно глагол. Но вот баптизма – это погружение. Погружение. Значит, это понятие вообще появилось, крещение водой. Крещение водой. Это понятие, которое появилось где-то за сто лет до рождения Иисуса Христа в идейской культуре, которая символизировала омовение от греха как знак покаяния. Мы об этом в прошлый раз очень много говорили. И также оно использовалось как символ причисления или когда человек сопричислен к избранному обществу праведника. То есть, например, когда человек говорил, все, я хочу покаяться в моих грехах, и человек принимает крещение, и он сопричисляется к праведникам иудаизма. И вы ударите, да, например. То есть, когда Иоанн Креститель, мы уже об этом говорили в прошлый раз, крестил, друзья, никто вообще не был удивлен этому понятию. То есть, оно было абсолютно нормальным в обиходе еврейского народа. Никто не задал вопрос, Иоанн, а почему ты нас крестишь? А что это значит? А для чего это? Они это делали абсолютно как обычный обряд омовения, который, в принципе, как и другие обряды, уже имели место быть. В культуре еврейского народа. Поэтому ничего тут такого особенного не было. Так что крещение, друзья, это погружение или присоединение к чему-то, да? Смотрите, это символ принадлежности, присоединение к обществу. Это крещение. Ну, вот как бы, вот это в двух словах. Смотрите, появление понятия крещения Святым Духом в Библии. Вот мы уже немножко подбираемся чуть поближе к этому понятию. Смотрите, в прошлый раз мы читали об этих текстах. Друзья, прочитайте кто-то вот этот первый текст. Мы читали об этом в прошлый раз, мне кажется. Давай я прочитаю. Он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. То есть мы в прошлый раз говорили, что это Иоанн Креститель. Он проповедовал крещение покаяния для прощения грехов. Следующий текст. Тоже читали в прошлый раз. Иоанн всем отвечал. Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, говоря о кресте, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас с Духом Святым и огнем. Помним, да, в прошлый раз очень много об этом говорили. Друзья, теперь давайте посмотрим немножко вот такую таблицу. Смотрите, в этой таблице есть четыре очень важных вопроса. Кто крестит? Что делает? Чем или кем? И во что? Смотрите, давайте возьмем, например, первое, Иоанна Крестителя. Кто крестит? Кто крестил? Иоанн Креститель, правда? Вопросов нет. Что он делал? Крестил, погружал. Чем он крестил? Водой, да? Во что он крестил? Покаяние для прощения грехов. Покаяние для прощения грехов. Абсолютно верно. Теперь смотрите, что говорит Иоанн Креститель об Иисусе Христе? Тоже крестит Святым Духом, но верно, чтобы попасть в рай. Что что? Чтобы попасть в рай. Вот. Теперь смотрите. Кто крестит? Иисус Христос. Что делает? Крестит. Кем? Кем крестит? Кем крестит? Духом Святым. Духом Святым. Во что крестит? Для чего крестит? Интересный вопрос, да? Для вечной жизни. Хороший вопрос. Видите, в тексте этого нету. Текст этого не показывает нам, этот текст. Потом мы сейчас будем смотреть следующий текст, а мы это увидим. Смотрите, а что же еще Христос делает? Второй, третий момент. Иисус Христос тоже крестит. Чем будет Он крестить? Огнем. Во что Он будет крестить? В суд. Видите? Огонь это символ суда. Почему? Потому что в этом тексте, когда мы читали, Он говорит, «Потому что в руках Его лопата, и Он очистит гумно свое, пшеницу». Он, как там, давайте вот Луки 3,16, да? Чтобы не быть голословным, как бы. Луки 3,16. Тут написано. Вот смотрите, 17 стих. Лопатой Его в руке Его, и Он очистит в будущем времени гумно свое, землехранилище, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Друзья мои, огонь – это символ суда, который Он произведет над людьми, которые не приняли Бога. Он тоже будет крестить огнем, но это будет огонь, это огонь очищения, это будет наказание людям и очищение Его от тех людей, которые не приняли Иисуса Христа. Тут понятно, да? Смотрите. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Точка. Продолжение мысли. Лопата Его в руках, в руке Его, и Он очистит гумно свое, и соберет пшеницу, житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть здесь понятно, да, то есть здесь не имеется в виду, что человек, который будет крещен Духом Святым, он будет также огнем крещен. Здесь об этом вообще речь не идет. Вот. Смотрите, вот жаль Вера, ну Вера почему-то сорвался звоночек, было бы классно, чтобы мы все как бы попробовали. Вот Анечка говорит, что вот этот знак вопроса, во что крестит, это вечную жизнь, да, вот. Ну это вот Аня так предполагает, да? Ну да, а для чего еще? Отлично. Ну это, кстати, тоже имеет место быть, но еще есть тоже некоторые значения. Друзья, как вы думаете, еще во что крестит Иисус Христос Духом Святым Человеком? Хорошо, не буду вас томить ожиданиями. Будем переходить к следующему тексту, который нам откроет вот истинное значение, вот что такое крещение Святым Духом. Смотрите, еще такой важный момент. Здесь вода и Святой Дух это средство, каким это делается все. Иоанн Креститель крестил водой в покаянии, да? То есть Иоанн Креститель использовал воду как средство или как способ для того, чтобы человек получил покаяние и прощение грехов. Иисус Христос использует Святой Дух как средство для того, чтобы человек что-то, что-то в нем произошло. Что-то он пережил. Давайте мы сейчас тогда перейдем к следующему слайду. Я думаю, что об этом... А вот мне, кстати, сейчас интересно, вот Вера как раз подключается, извините. Друзья, мне просто интересно, вот как... Вера, я прошу прощения, вот хотел вот полюбопытствовать. Ага, там сейчас аудио подключается. Смотрите, Вера, вот я сейчас там задал вопрос, у вас не получилось сейчас быть. Как вы думаете, вот, ну потому что уже Анечка сказала свою мысль, да? И вот как вы думаете, Иисус Христос крестит Святым Духом во что? Вот ваша версия, как вы думаете? Абсолютно не бойтесь даже сказать то, что... Даже если вы что-то сомневаетесь, не проблема. Ой, вас плохо слышно. Мне кажется, у вас... Ага, да-да-да. Не-не-не, еще нету. Звука еще нет. У вас выключен, мне кажется, микрофон. Да, выключен, наверное. Да-да-да. Я затрудняюсь. Вот, да, Луки 16 я читаю. Но именно вот тот вопрос, который вы задали, у меня просто нет ответа. Да, ничего страшного. Поэтому мы же здесь и собрались, на самом деле. Вот повторюсь то, что я раньше повторился. Просто смотрите. Иоанн Креститель крестит. Это акт, который он делает, да? Чем? Водой. Вода – это средство. Он водой крестит в покаянии для прощения грехов. Теперь вопрос. Что делает Иисус Христос? Крестит всем? Духом Святым. Это средство, да? То, при помощи чего он это делает. И вот мы сейчас решим, во что. Давайте перейдем к следующему слайду. Я думаю, что сейчас будет больше нам понятно. Смотрите. Иисус Христос – основатель и глава Вселенской Церкви. С этим вопросов нет, я так думаю. У нас нет разномыслей. Тут у меня просто, видите, ребенок готовится ко сну. Вот у них такие. Теперь можно продолжать. Смотрите, друзья. Во что крестит Иисус Христос человека Святым Духом? Давайте прочитаем текст. Кто мог бы прочитать этот текст? Давай я попробую, Сереж. Пожалуйста, Ирина. Да, спасибо. Ибо как тело одно, но имеет многие члены. И все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело. Так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Отлично. Спасибо большое, Ирина. Напоены или напоены? Напоены, наверное. Напоены, наверное. И все напоены одним Духом. Друзья, как вы думаете, во что крестит Иисус Христос Духом Святым Человека? Церковь. В церковь. Абсолютно верно. Он берет человека и присоединяет его к Вселенской Церкви. Вот незримым образом, вот таким вот необычным. То есть вы этого не знаете, а вы уже присоединены Духом Святым к церкви. Смотрите, он говорит, так и Христос. Он говорит, что Христос – это тело. Он приводит... Ну, церковь также имеет значение – это тело Христа. Вот мы говорим, что такое Вселенская Церковь? Это тело Иисуса Христа. И он говорит, все мы одним Духом крестились в одно тело. Какое тело? В тело Иисуса Христа. В церковь. И иудеи, и греки, и рабы, и свободные, и россияне, и украинцы, и молдаване, и китайцы, и англичане. Мы все, все без исключения крещены Духом Святым, присоединены к телу Христову. И мы напоены этим же Духом Святым. Он питает наши духовные, вот эти, делает связи, духовную связь. Следующее. Иисус Христос крестит человека Духом Святым в тело свое, в мире, церковь. Иисус Христос был и есть началом создания церкви. Церковь – это тело Христа. Я думаю, что с этим как бы у нас вопросов нет. Смотрите, почему? Потому что до Иоанна Крестителя понятия церкви не было вообще. Первый, кто был крещен Святым Духом, по сути, ну на кого сошел Дух Святой, кто был? Вообще-то мы об этом читали несколько назад в текстах. То есть приходит Иисус Христос к Иоанну Крестителю и говорит, он говорит, я не могу тебя крестить. Он говорит, нет, мы должны исполнить всякую правду. Ну да, Иисус был наполнен. Конечно. Иисус Христос – это первый. Да, Голубь. Голубь появился тогда. Да, вот это первый, кто появился в церкви. Он есть начаток церкви. Это как зернышко вот это. С него как бы все начало. И потом он всех присоединил к себе, да, как бы в себя вобрал всех. Вот. Теперь смотрите, очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Когда было крещение Иисуса Христа, как это происходило? Он вошел в воду, глаз, ну или голос неба – это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение и Дух Святой в виде голубя сошел на него. Вот явление Троицы. И потом как бы вот этот прообраз перешел во всех последователей Иисуса Христа, христиан, которые тоже самое проходили. Вот. Итак, смотрите. Теперь очень интересный вопрос стоит. О чем написана книга «Деяния апостолов»? Друзья мои, книга «Деяния апостолов». Хотим мы этого или не хотим? Нравится нам это или не нравится? Независимо от того, как мы раньше об этом думали, эта книга, как вы думаете, про что написано? Давайте мы контекст книги возьмем. Как вы думаете, книга «Деяния апостолов» вообще о чем написана? Какая главная тема, топик этой книги? Сережа, ты спроси лучше, кто читал. Да, конечно. Вот хороший вопрос. Ну, кто знает? Ответьте. Ну, кто знает? Там написано «Деяния апостолов». «Деяния апостолов». Смотрите, некоторые… Ну, есть такие несколько мнений. Что ж там? Там фанель что-то хотел сказать. Да, ну ничего. Значит, друзья, смотрите. Есть несколько мнений. Одни говорят, что книга «Деяния апостолов» написана о Духе Святом. Кто-то говорит, что книга «Деяния апостолов» написана об апостолах. На самом деле, как вы думаете, о чем книга «Деяния апостолов» написана? Вот мы празднуем День Пятидесятницы. Да, вот у нас такая есть праздник, Пасхи. Вот мы празднуем День Пятидесятницы, Сосшествие Святого Духа. Какие названия в этом есть празднике христианском? Ну, Троица есть такое название, потом Сосшествие Духа Святого. Есть еще такое понятие, называется «Рождение церкви». Вот мы говорим, День рождения церкви. День рождения церкви когда празднуется? В День Пятидесятницы на Троице. Так называемую. Ну, как говорится, Троица, да? Так вот, друзья, книга «Деяния апостолов» – это книга, которая описывает, как зародилась церковь и как она распространялась в странах Средиземноморья. Вообще эта глава посвящена вопросу о развитии церкви, которая развивалась под действием Святого Духа. То есть эта книга вообще не про Святой Дух. Это вообще она про церковь. Но Дух Святой активно принимал участие в создании церкви. Вот что важно нам понять. То есть главная тема – это зарождение и распространение церкви на странах Средиземноморья или Римской империи. Смотрите, вот эти все тексты, которые мы сегодня будем читать, давайте посмотрим с этой перспективы. И это правильная перспектива, потому что написано, смотрите, Деяние святых апостолов, 1 глава, 8 стих. Смотрите, что говорит Иисус Христос. Мы, кстати, цитировали этот текст в прошлый раз. Давайте еще раз мы его напишем. Ой, прочитаем. Иисус Христос говорит, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самаре и даже до края земли». О чем здесь идет речь? Что является главной идеей вот этого текста? Что они будут свидетелями? Абсолютно верно. Они будут свидетелями. Они понесут Евангелие от Иерусалима в Самарию и до края земли. А как они это сделают наиболее эффективно? Благодаря чему? Или кому? Духу Святому. Духу Святому. Абсолютно верно. То есть, друзья, книга «Деяния апостолов», она повествует про то, как благая весть Евангелия распространилась на Римскую империю. По сути, как организовывалась вообще Первая Церковь. Вот давайте теперь попробуем вот эти тексты, где мы встречаем о крещении с Тым Духом, посмотреть с этой перспективы. Смотрите, первый текст. В первой главе, четвертая, пятая глава, что говорит здесь Иисус Христос? «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня, ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после этого будете крещены Святым Духом». Все тут понятно, да? То есть апостолы в себе находятся в ожидании крещения Святым Духом. Смотрите теперь дальше. Вот этот текст, это Деяния, вторая глава, 38-41 стих, повествует о том, как появилась Первая Церковь, которая состояла исключительно из иудеев. Если вы мне не верите, можете потом открыть вторую главу Деяния и об этом прочитать. Я думаю, что мы потом еще об этом прочитаем более подробно. Смотрите. Первая группа, которая была крещена Святым Духом, это иудеи, прибывшие на праздник в Иерусалим. Это был праздник. И вот они прибыли в Иерусалим. Сережа, иудеи – это израильтяне, правильно? Да, иудеи, израильтяне, да, это были иудеи. Теперь смотрите, самая первая группа, из которой была создана церковь, это были кто? Израильтяне, иудеи. Вот они. Петр же сказал им, вот была большая проповедь, была она, транслировалась на нескольких языках, потому что люди прибыли с разных областей. Это были люди, которые проживали в разных местах Римской империи. Они говорили на разных языках, на разных диалектах. Они пришли в Иерусалим, в Иерусалимский храм для того, чтобы совершить, ну, на день, ну, в общем, на праздник, там, день Пятидесятницы был праздник. Вот они пришли туда. И вот апостол Петр и еще десять с ним, они начали проповедовать. Петр говорил проповедь, а апостолы под действием Святого Духа переводили это на диалекты тех людей, которые пришли в это место. И люди слышали каждое свое наречие. И они слышали, что речь была о великих делах Божьих. И в результате вот этой проповеди они задают вопрос, что же нам делать муж и братья? Тридцать восьмой стих. Он говорит, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. И другими многими словами он свидетельствовал и вещевал, говоря, спасайтесь от рода сего разращенного. И так, охотно принявши слово, его крестились и присоединились в тот день душу около трех тысяч. Куда присоединились? Смотрите, они крестились и присоединились. Куда? Душу около трех тысяч. В церковь. В церковь, конечно. К телу Христову. Они стали телом Христовым. Они присоединились Духом Святым. Вот. Они присоединились в церковь. Смотрите. Немножко, ну, с вами хотел бы буквально пару слов поговорить на тему. Ну, мы вообще отдельно, я посвящу отдельно вопросу говорения на других языках или на иных языках. То есть, это не тема нашего сегодняшнего, ну, как бы, изучения, но тема очень важная, потому что об этом, кстати, Вера в прошлый раз тоже задала вопрос. Ну, буквально несколько слов о других языках. Смотрите, когда Петр и апостолы начали говорить на других языках, одни люди подумали, что они напились вина и что-то себе там говорят, непонятные вещи. А другие говорят, а Петр говорит, мы не напились вина. Вот. Потому что еще только утро, сейчас утреннее время. И пришли люди с разных мест и начали слышать каждое свое наречие. Вот смотрите. Вторая глава. Давайте я немножко прочитаю, чтобы, ну, как бы, в библейском тексте. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. Начался шум. И шум начался в этом помещении. И явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Теперь смотрите дальше. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого рода, народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, потому что каждый слышал их говорящими на своем наречии. Представьте, приходят люди, потягиваются к дому, и каждый человек с разных народов слышит, что вообще-то сейчас говорится на его языке. Ну, говорится вещание на их языке. И все они изумлялись и делились, говоря между собой, эти говорящие не все ли галилеяне? То есть это люди, апостолы, они говорят, они же все с одного места пришли. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? Теперь представьте ситуацию. Вы приходите в церковь, там сидят, например, я не знаю, молдаване. И тут молдаване начинают говорить на разных абсолютно наречиях. Один молдаване начинает там на французском говорить, другой на шведском, третий там на китайском, третий... А в это время китайцы, шведы, французы и англичане сидят в зале и говорят, ребята, так это же молдаване. Как они могут говорить на языках, в которых мы родились? Откуда они знают шведский, китайский, вьетнамский и французский? Мы же... Это же наши языки. Как они угадали это? Теперь смотрите. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Теперь смотрите, откуда были люди. Люди были парфяне, медяне, еломиты, жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, понто и Асии, фриги, помфилии, из Египта были люди, из Ливии, прилежащих кирине и пришедших из Рима, и Рима, которые говорили на латыни вообще, иудеи и празелиты, критяне и равитяне, слышим их, как нашими языками, говорящих о великих делах Божьих. Представьте ситуацию. Вот эти молдаване начинают на вот этих вот двенадцати языках. Вот сколько здесь наречий? Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шесть, семнадцать наречий, и они на семнадцати наречиях разных языках, вот этих семнадцати языках, говорят о великих делах Божьих. И это слышат люди, и они просто в изумлении. Что произошло? Как это такое может быть? И изумляли все, и недоумевали, говорили друг другу, что это значит? А иные, другие люди, насмехались, говорили, да они напили сладкого вина. Скажите, друзья, почему для одних это было изумление, а для других были насмешки? Как вы думаете? Почему одни смеялись, а другие изумлялись, что вау, вот это надо же, на наших языках тут начали ребята говорить. Может быть, что одни верили в Иисуса Христа, а другие нет? А еще какие мысли, какие могут быть версии? Ну, еще может быть, потому что одни понимали эти языки, а другие были совсем из другого народа. Абсолютно верно. Друзья, смотрите, вот я, например, знаю два языка, я русский, я украинский, украинский и русский, и вдруг я начинаю слушать какой-то африканский диалект. Для меня это просто какая-то тарабарщина, но какие-то звуки, которые просто извлекаются, они мне смешны на самом деле. Я думаю, смотрите, ребята, молдаванин, что-то барабанит тут на непонятном языке, он для меня смешной, правильно? Но для африканца это не смешно, он слышит свой язык. Он говорит, как он может молдаванин вообще на моем языке африканском разговаривать? Понимаете, вот что произошло в тот момент? Если я с вами начну разговаривать украинскую мову, то деякие люди из вас, которые понимают украинскую мову, для вас это будет, ну, вообще очень интересно, потому что ничего тут такого не имеет значительного, так? А другие люди на меня подивляются и говорят, что сейчас происходит с Сергеем, какой-то удивлен сейчас. Вы почувствовали, да, немножко разницу? Вот необычная дата, Сережа сейчас, Вера начала улыбаться. Но если бы она в китайском сказала, то мы бы почувствовали, Сережа. Я как раз разумею. Да, а вот, например, Ирина там, да, вот как вы понимаете, ну, для вас ничего странного, нет, Сергей говорит на украинском языке, в чем проблема? А для человека, который не знает украинский язык, для него смешно, тут Сережа, как бы русскоязычный, тут начал тарабанить на украинском языке. Но оно вызывает улыбку, на самом деле. Поэтому, друзья, в тот момент вот так и произошло. Язычка, язычка. То есть вопросы есть по этому, как вы думаете, или нет вопросов? Теперь смотрите, выходит Петр, и вот это вся, вот этот шум, вот это вот другие языки, диалекты, что делает Петр? Он говорит, Петр встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме. Это да будет вам известно, и внимайте слова моим, они не пьяные, но это есть предназначенное пророком Иоелем. И будет в последние дни, говорит Господь, и залью от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, дочери ваши, и юноши ваши, и будут видеть видение, старцы ваши, сновидение выразумляемо будет. И на рабов моих, и на рабынь моих, и на те дни, залью от Духа моего и будут пророчествовать. И покажу чудеса на небе вверху, знамения, знаки, знаки Божьей силы внизу, кровь и огонь и курение дыма. Это он, кстати, цитирует пророка Иоиля. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Смотрите, что потом произошло. Вероятнее всего, апостол Петр говорил проповедь, которая длилась целую вторую главу, а может даже и больше. И апостолы переводили вот эту проповедь на те диалекты людей, которые в тот момент находились в Иерусалиме. И в результате этой проповеди люди, слыша проповедь на своем языке, что они сделали, друзья, в 38 стихе, что у них произошло. 37 стих. И услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру, прочим апостолам, что нам делать, можно брать. И Петр сказал, покайтесь, докрестивайтесь из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Понимаете? То есть, смотрите, результатом этой проповеди было обличение человека и в тот момент после этой проповеди 3000 людей присоединились к церкви. А вопрос у меня, вот о каком даре, говорит здесь Петр, и получите дар Святого Духа? Какой именно? Да, хороший вопрос на самом деле. Смотрите, тут может быть два понятия. либо дар Святого Духа, как мы говорили раньше, как некий дар, либо дар, как сам Святой Дух и есть дар, подарок. То есть, сам Дух Святой является подарком. Вы получите подарок в лице Святого Духа. Так? И такой еще может быть вариант. Или как в дар Святого Духа получите. Ну, потому что на самом деле люди, которые принимают Иисуса Христа, они получают Дух Святой. Это Дух Святой. Он, ну, то есть, тут можно, ну, потому что Дух Святой потом раздает дары, но сам Дух Святой, он приехал, он сам является подарком, понимаете, для нас, людей. То, чего раньше не было, друзья, до Иисуса Христа Дух Святой не был в сердце человека. Он, значит, в Евангелии от Иоанна в 14 главе написано, что Иисус Христос говорит ученикам, что Дух Святой с вами пребывает и вам будет дан, и в вас будет. То есть, до того, как Христос вознесся, Дух Святой был с ними, а потом Он в них будет внутри. Он сойдет в них. Понимаю, да? Хорошо, друзья, смотрите, опять же таки, про иные языки мы отдельно просто с вами поговорим, но здесь, вероятнее всего, речь идет о настоящих диалектах, тут речь идет о настоящих языках, которые стали просто потрясением для людей, которые вообще пришли с разных областей Римской империи, и самое главное, проповедь была понятна, она привела их к покаянию, и они в тот момент, присоединились к церкви три тысячи людей, то есть результат этой проповеди, которая была на другом языке, на ином языке, людей присоединило к церкви три тысячи людей, то есть тут вопросов пока нету, да? Смотрите, первая группа присоединилась, это иудеи, это были сами апостолы, и вот эти иудеи, которые пришли на поклонение, то есть тогда не было, друзья, ни самарян, не язычников, только иудеи, первая церковь была исключительно из евреев состояла, теперь давайте движемся дальше, смотрите, вот здесь вот видно, да, смотрите, основатель церкви Иисус Христос, первый росточек это иудеи, теперь смотрите, что происходит дальше, следующая группа людей, которые были во вражде, это были самаряне, самаряне, это были полукровки, они были наполовину иудеи, наполовину смешаны с языческими народами, у них был свой центр поклонения, они были, ну иудеи к ним относились пренебрежительно, ну например, ну я не знаю, какой такой пример, вот если между народами есть какое-то напряжение, ну к примеру, я не знаю, какое такое взять, а украинцы и русские, Сереж, ну например, украинцы и русские, почему бы и нет, там например, англичане и ирландцы, да, или там, ну такое там, например, или англичане и шотландцы, там например, шотландец, он никогда не скажет, что я англичанин, да, или например, англичане всегда, когда какой-то выдающийся ученый становится выдающимся в мире, он говорит, это известный английский ученый, а пока он не стал известным, это шотландец, вот, ну то есть, для них, Самаряне это были просто полукровки, такие наполовину евреи. Теперь смотрите, для того, чтобы церковь была единая и Христос был для всех един, надо было самарян присоединить к церкви. Смотрите, что происходит. Давайте прочитаем этот текст. Это произошло спустя несколько лет, но по некоторым мнениям это событие произошло в 1936-1940 году после Христос Христова. Находившиеся в Иерусалиме апостолы услышав, что самаряне приняли Слово Божье, хотя евреи считали, что только они самые уникальные, самые чистокровные, достойные Слова Божьего. Тут апостолы в Иерусалиме услышали, что самаряне приняли Слово Божье. Что сделали? Послали к ним Петра и Иоанна. Которые что сделали? То есть приходит к ним Иоанн и Петр. Это столпы, это были основные лидеры церкви, которые придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Они были, они приняли Слово и они были крещены водным крещением. Тогда возложили руки на них и они приняли Духа Святого. Смотрите, вот давайте возьмем вот этот следующий росточек. Смотрите на картинке, видите? У нас корень един, у нас есть росточек иудеи, и Христос присоединяет, крестит Духом Святым, присоединяет самарян к иудейской церкви. Они становятся частью церкви. Смотрите, в отношении, вот есть такое понятие тоже, но встречается, что якобы крещение Духом Святым должно сопровождаться говорением на иных языках. Друзья, самаряне не говорили на ином языке. Вот вы возьмите восьмую главу, хоть сверху донизу, прочитайте ее. Там не упоминается о том, что когда на них сошел Святой Дух, они начали говорить на других языках. Просто написано, они им покаялись, они были крещены во имя Господа Иисуса, и они ждали, чтобы помолились над ними и приняли Слово Духа. Как вы думаете, почему Бог отсрочил сошедствие Духа Святого на самарийцев? Как вы думаете, почему это не произошло сразу после того, когда они были крещены водным крещением? Почему была отсрочка с крещением Духом Святым? Друзья, потому что для того... Аня, ты хотела сказать что-то? Нет, я говорю, я хотела сказать, чтобы ты уже сказал. Смотрите, для того, чтобы было единство церкви, произошло единство, иудеи должны были признать тот факт, что Бог тоже спасает самарян. И для того, чтобы самаряне ощутили преемственность, сопричисленность к церкви, они должны были пережить крещение Святым Духом, которое было преподано через молитву апостолов. Это делается для единства. Смотрите, если бы самаряне были крещены Духом Святым отдельно от апостолов, от иудеев, что бы подумали самаряне, как вы думаете? Что бы у них было в сознании? Они и так были всегда... Ну, они всегда отдельно были от иудеев. Может, они особенные какие-то? Да, они бы сказали, вот вам еврейская церковь, ну и, пожалуйста, это ваши дела. А у нас своя, самарийская церковь. И получается, Христос разделился. Церковь разделенная, понимаете, это беда. Нету единства во Христе. Получается, у Христа есть иудейская церковь, и самарийская церковь. Там крещенные Духом Святым, и тут крещенные Духом Святым. Что делает Христос? Он не крестит самарийцев Духом Святым до тех пор, пока лично апостол Петр и Иоанн не пришли и не увидели, что тоже самаритян спасает Иисус. Понимаете, да? Вот в чем тут для единства, для того, чтобы они были сопричислены. А с этого момента иудеи не имеют права сказать, так это же самарийцы полукровки. Не-не-не, ребята, они точно так же крещены Духом Святым. И ваши апостолы их крестили. Они на них возлагали руки. Теперь смотрите, если вам тоже будет интересно, я немножко отдельно, ну так, забегая наперед, было тоже сказано о том, что были крещены выше мужчины и женщины, и Симон Волх были крещены. 12-13 стих. И там тоже не говорится о том, что они говорили на других языках. Это тоже, я просто на всякий случай скажу, что говорение на других языках – это необязательное условие крещения Святым Духом. Это необязательное условие. В некоторых случаях, да, были иные языки, а в некоторых и не было иных языков. Например, апостол Павел. Как вы думаете, он говорил, а когда он был крещен, он говорил на другом языке? Когда апостол Павел уверовал и был крещен. Он не говорил на ином языке, кстати. Ну, это факт просто такой. То есть, смотрите, если вам говорят, что крещение Святым Духом обязательно должно быть со знамением иных языков, друзья мои, в Библии не везде об этом говорится. Это необязательно. То есть, это не является догмой, понимаете? Самаряне не были крещены Духом. А вы знаете, что иудеи во второй главе, которую мы читали, три тысячи людей, там не написано, что когда они были крещены, они начали три тысячи людей говорить на иных языках. Там не написано этого, кстати. Там нет этого. Апостолы, да, апостолы говорили. А иудеи не говорили, которые присоединились, три тысячи людей к церкви. Если бы это было обязательно, друзья, вы знаете, вот Господь, он очень четкий в деталях. Если бы говорение на иных языках было обязательным условием, поверьте, на каждом этапе это бы Лука постоянно упоминал. Например, самаряне приняли Духа Святого и заговорили на иных языках. Иудеи были крещены, присоединились в душу около четырех тысяч, и они заговорили на иных языках. И там пророчествовали и так далее. Друзья, нет этого. Значит, это не столь обязательно, как нам порой хотят преподнести. Давайте продвинемся дальше. Тут вопросов нет с самарянами, да? Почему они присоединились и в чем суть была крещения Духом Святым здесь? Можем дальше двигаться, да? Итак, у нас в церкви, где главой и телом Христом является Иисус Христос, как вы думаете, каких еще не хватает двух групп, которых надо было присоединить в церкви, и они разрозненные были? Кого здесь не хватает, чтобы церковь была вот такая разнообразная, многонациональная, многоликая? Ну, язычники. Евреи нет. Кого-кого? А евреи. Евреи уже присоединенные. С них все началось. Язычники. Абсолютно верно. Язычники. Язычники. Третья группа, которая была присоединена к церкви, которая была крещена Духом Святым. Теперь смотрите. Это произошло, ну, ориентировочно считается, с 40-го, 43-й год. Аж спустя, ну, по сути, чуть ли не больше 10 лет после того, когда организовалась еврейская церковь. Представляете? Десять лет спустя. Это не сразу произошло. Когда Петр еще продолжал эту речь... Друзья, прочитайте кто-то, чтобы я немножко отдохнула. Горо у меня. Это Деяние апостолов, 10-я глава 44-го по 48-й стих и Деяние апостолов 11-я глава 13-18. Пожалуйста, прочитайте, буду вам благодарен. Давай я прочитаю. Ага. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их, говорящих языками и величающих Бога. Да, Петр сказал, кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа и велел им креститься во имя Иисуса Христа. Так. Теперь следующий текст. Спасибо, Анечка. И следующий текст еще. Да. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Когда вспомнил я слово Господа, как Он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря. Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизни. Спасибо большое. Друзья, следующая группа, о которой мы говорили, это язычники. Язычники, кто это люди? Это вообще для евреев не люди. Друзья, это даже не люди. Если самаряне это полукровки, то для язычники это сказать, что Бог дал спасение язычнику, это все равно, что сказать, пожелать доброго здоровья фашисту, короче, чтобы ты добренький жил и дожил до 100 лет, понимаете? Вот это равносильно советскому человеку пожелать фашисту дожить до 100 лет и не болеть, понимаете? Это вот равнозначно было. Друзья, дело все в том, что в то время язычники занимали особое положение. Во-первых, это были оккупанты, которые оккупировали иудею и держали их в ежовых рукавицах, потому что здесь речь шла о ком. Здесь речь шла о римских войсках, которые стояли там. Кто такой был вот этот римский сотник? Корнилий. Корнилий, это был гражданин, он был римский гражданин, он из итальянского полка, он был итальянец, который говорил, его родной язык был латынь. Итальянцы говорили на латыни. Международный язык Римской империи был греческий, но находился, он свою службу нес в месте, где люди говорили на арамейском языке и на греческом языке. Так вот, смотрите, к примеру, мы выходцы из стран бывшего Советского Союза. Какой у нас язык, который нас объединяет? Русский, нет? Русский, да. Для Ани русский язык это родной язык. Для украинца это не родной язык, это международный язык. Точно так же в Римской империи греческий язык это не был язык греков, это был международный язык, как сейчас английский, да. Но родной язык иудеи это был, это что это было? Это арамейский язык был, это еврейский, да. Ну, на котором иудеи разговаривали. А с другой же стороны сам Корнилий сотник, он горел на латыни, это был его родной язык, но латынь это не был международный язык, потому что на нем разговаривали в основном итальянцы. Вот, ну, либо люди, которые там жили в тех местах. Когда Петр, когда Петру явился ангел и сказал, иди к Корнилию, он к нему, когда пришел, смотрите, какая получается ситуация, что Петр долгое время не мог смириться с тем, что Бог открыл спасение для язычников. И надо было какое-то сверхъестественное знак, знамение для того, чтобы показать, что Бог и язычникам, римлянам, оккупантам открывает дверь спасения. Как вы думаете, каким знаком в тот момент был убедительным знаком для Петра и евреев, которые пришли к Корнилию. Для них был таким убедительным знаком, что значит и язычникам Бог тоже дал покаяние и жизнь. Каким должно было быть для них знаком? Смотрите, для них был знаком это говорение языками величания Бога вероятнее всего на арамейском языке. Тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водой темы, которые, как мы, получили Святого Духа. Что делает Петр? Он евреям говорит, ребята, точно так же, как нас 10 лет назад мы получили дар Святого Духа, как мы, точно так и они сейчас приняли дар Святого Духа. В тот момент евреи выступали в роли скептиков, которых надо было убедить в сверхъестественных способах. Что они увидели? Они услышали, что язычники начали говорить на других языках и величать Бога. И это стало просто убивающим аргументом в том, ну, слушайте, если им дал Бог дар Святого Духа, если им Бог дал дар говорения на иных языках, и они слышат, что он величает Бога, ну, кто мы люди, что мы можем запретить им креститься? Теперь смотрите дальше. Когда же я начал говорить, сошел Дух Святой, как на нас вначале? Друзья, как на них сошел Дух Святой вначале? Мы вот только что разбирали вторую главу. То есть он говорит, вот на них сошел на язычников точно так же Святой Дух, как на нас во второй главе, 10 лет назад. Вот точно вот параллель он говорит тогда на других языках, на иных языках. Тогда вспомнил я Слово Господа, и он говорил, Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Духом Святым. Он вспомнил, что вот это событие произошло тогда, вот 10 лет назад. Если Бог им дал такой же дар, как и нам, в уверующем Иисуса Христа, нам, апостола, кто я человек, чтобы мог воспрепятствовать этому? Что делает, почему, как вы думаете, почему Иисус Христос, крестив Духом Святым язычников, дал им такой же дар, как и апостолам в начале? Как вы думаете, для чего? Какая была цель Иисуса Христа? Может быть, показать, что все равны как-то между собой? Абсолютно верно, что мы имеем дело с одним и тем же Богом, и точно так же, как нас Бог сошел на нас Дух Святой. Точно так же, как мы говорили это данные на языках, тут мы видим язычников, которые не люди в нашей концепции, и вообще, это не люди, и они точно то же самое получают от Бога. Что делает Бог? Он делает знак равно язычники иудеи. Он берет через апостола Павла и Иоанна, делает знак равно между иудеи и самаряне. Точно так же он делает знак равно язычники. Причем, смотрите, Петр, он не сравнивает язычников с самарянами, он сравнивает язычников с самим собой. Он говорит, ребята, язычники это эквивалент. А потом, смотрите, выслушав это, они, кто выслушал это, они успокоились. Кто успокоились? Иудеи? Иудеи, друзья, это были иудеи. Иудеи, когда услышали доклад апостола Петра о том, что произошло, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизни. Почему все это делает Бог, друзья мои? Для того, чтобы все группы объединить под собой. Смотрите, какая была цель в то время, это вообще особый такой был период. Смотрите, три разных группы людей, три разных культуры, три разных этнических группы. Это были иудеи, это были самаряне, это были язычники. Он это объединил все под одной главой Христа, чтобы потом никто не сказал, а у нас вообще иудейская церковь, а мы вообще самаряне сами по себе, а язычники вообще им все по-барабану, они себе это по-своему как-то понимают. Друзья, в противном случае не все крещены Духом Святым в тело Христова. Иудеи, греки, рабы, свободные. Если бы Бог это не сделал через апостолов, на сегодняшний момент не было бы единой Вселенской Церкви, понимаете? Это был вообще такой политический акт, который надо было совершить. И вот осталась последняя группа. Смотрите, язычники уверовали, были сначала крещены Святым Духом во время проповеди, а потом только получили знамение, знак из иных языков, как знак того, что действует Бог, тот самый Бог, который вначале, тот самый Бог, который приснил иудеев к Церкви, тот же самый Бог, и только после этого они были крещены водным крещением во имя Иисуса Христа в воде. До этого что мы видели? Было покаяние, крещение и крещение Святым Духом. В данной ситуации даже здесь нарушен был порядок. Было принятие слова, была проповедь, крещение Святым Духом и потом только крещение водное. Ребята иудеи даже не хотели их водой крестить язычников. Вы представляете, какое было дистанцирование вообще от язычников как таковых? Это все равно, что какой-то там, ну не знаю, советский пастырь церкви должен был пойти и крестить эсэсовца, фашиста, который убивал людей. Это равносильное было для него понятие. Как я, я что, враг своего народа? Я буду эсэсовца, фашиста крестить сейчас? Да он же как купант, он убийца, он, да его на виселицу вообще пора. И когда он видит, что этого эсэсовца, этого фашиста Бог принимает, он рождает его свыше, он дает ему спасение, он, он, он получает крещение Духом Святым, Ну тогда этот пастор говорит, слушай, но если его уже сам Бог принимает, то кто я человек, чтобы не дать ему крещение водное? Понимаете? То есть это был такой виский аргумент. То есть порядок нарушен, как мы себе это понимаем. Вот это очень важный момент, на который надо тоже понять, ну как бы обратить внимание. Последняя группа людей, которых тоже Христос решил присоединить. Это было тоже еще спустя. Это были ученики Иоанна Крестителя. Дело все в том, что последняя группа, которая осталась, ну вообще много учеников Иоанна Крестителя, они присоединили церкви еще будущие иудеи. Но была последняя группа, которая каким-то образом, непонятно каким образом, это было 12 человек, последователи Иоанна Крестителя, они были крещены по сути в покаянии. И вот этот текст об этом говорит. Друзья, их присоединили, крестили или присоединили к церкви аж в 54-57 году. Спустя 20 лет после зарождения церкви. Кто мог бы прочитать этот текст, друзья? Давайте прочитаем. Пожалуйста, спасибо. Во время пребывания Аполлоса в Каринфе Павел прошед наверх страны в верхние страны пребыл Ефес и нашед там некоторых учеников сказал им приняли ли вы Святого Духа уверовавши? Они же сказали ему мы даже и не слыхали есть ли Дух Святой. Он сказал им во что же вы крестились? Они отвечали в Иоанново крещение. Павел сказал Иоанн крестил крещением покаяния говоря людям чтобы веровали в грядущего по Нем то есть во Христа Иисуса услышавши это они крестились во имя Господа Иисуса и когда Павел возложил на них руки не шел на них Дух Святой и они стали говорить иными языками и пророчествовать всех их было человек около двенадцати пришед в синагогу он да да это уже спасибо большое вера до этого момента та же самая ситуация вот тебе группа двенадцать учеников Иоанна крестителя кстати вот вы когда будете читать Деяния Апостолов а это уже девятнадцатая глава друзья это уже почти конец главы Деяния Святых Апостолов но это уже ближе к концу да мы будем встречать как например Филипп там крестил Евнуха в воде помните да был такой момент кстати Евнух он не говорил на других языках когда он вышел написано он поехал домой радуясь тоже не было этого то есть смотрите тут такой момент что видите так было угодно Духу Святому иногда употреблять этот знак для того чтобы убедить людей окружающих что их принимает Бог это тоже такое знамение было вот это как бы знаете как своего рода как пароль такой вот то есть тоже почему например такой именно пароль и не какой-то другой потому что он был самый яркий запоминающийся во время когда была основана церковь как бы и поэтому если бы например они не говорили на других языках а например я не знаю ну что-то другое делали то люди могли бы не понять этого а так как они говорили на других языках это сразу было бы знак равно знаете это ученики ученики равно язычники язычники равно иудеи иудеи равно Иисус Христос то есть видите вот у них ассоциативное мышление о чем что вот это все проявление Бога для создания церкви вселенской и помест поэтому используется этот смотрите тоже такой вопрос вот часто люди переживают я был крещеный когда-то в детстве а можно ли перекрещиваться ну друзья вопрос какой крещеный во что во имя чего вот тоже были люди крещены иоанновым крещением в воде но они были крещены в покаяние но ничего страшного они снова перекрестились только уже во имя Иисуса Христа если человек был крещен не по вере и не был крещен во имя Отца Святого Духа то ему желательно снова креститься уже по вере приняв Господа Иисуса Христа во имя Отца Святого Духа или во имя Иисуса Христа. То есть в этом ничего страшного нет, если человек повторно крестится. Потому что для многих это целая такая проблема. Вот, а я был крещен, а зачем мне это делать? Друзья, ну это вообще не проблема. Видите, тут, например, в этом тексте написано, что люди были крещены, ничего страшного, они еще раз перекрестились, но уже во имя Господа Иисуса. И написано, они были крещены Духом Святым. На них сошел Святой Дух. Вот. То есть это тоже очень важный такой элемент. Хорошо, друзья, давайте мы с вами сейчас перейдем к завершающему слайду и немножко будет вопрос. Как это работает в наше время? Ну, понятно, что это деяние апостолов, это были какие-то особые условия, это было повествование о том, как создавалась церковь с разных осколков, осколки иудаизма, осколки учеников Иоанна Христителя, язычники, самаряне. Ну, как это вообще работает в нашу жизнь? Как это буквально может отобразиться? Давайте мы с вами, во-первых, повторим несколько важных тезисов, которые мы уже говорили раньше. Первый тезис. Только Иисус Христос крестит Духом Святым. Друзья, если кто-то к вам подходит и говорит, я хочу тебя крестить Духом Святым. Первый у меня вопрос. «А ты что, Иисус Христос?» Ну, то есть, друзья, только Христос, Он крестящий Духом Святым. И это библейский тезис, это как бы, ну это так, все, понимаете? Он будет крестить вас Духом Святым. Это вообще прерогатива Бога. Этим занимается Христос. И только Его это сила и власть. С моей же стороны, ну как, я могу, конечно, за человека там помолиться, да, например, но крестить все равно-то будет Иисус Христос. Ну, это как бы работа Божья. Второй тезис. Христос присоединяет человека Святым Духом к Вселенской Церкви, к телу своему. Тоже два понятия, друзья. Это, кстати, понятие не библейское, это понятие ранней церкви. Есть два понятия. Это Вселенская Церковь. Это Вселенская, да? Вселенская. И это понятие ввел в 4 веке Блаженный Августин, Аврелий. Августин. И есть Поместная Церковь. И вот множество таких Поместных Церквей. Что такое Вселенская Церковь? Вселенская Церковь – это, а вот это Поместная, да? Вселенская Церковь – это невидимая, это духовная Церковь, в которую входят люди абсолютно, могут даже с разных динаминаций быть, которые приняли Иисуса Христа Господом, рождены свыше, крещены Духом Святым. Поместная Церковь – это видимая Церковь, это Церковь, в которую человек присоединен как член Церкви. Например, вот взять нашу общину, да, там Слаянская, Христианская Церковь. Это Поместная Община. То есть мы находимся по месту в Лондоне, в Восточном Лондоне. Кто является членом этой Церкви? Это дети Божьи, которые приняли Господа Иисуса Христа своим Спасителем и рожденные свыше, крещенные Духом Святым людям. Например, что такое Православная Церковь или Католическая Церковь, или я не знаю. Если человек принял Иисуса Христа Господом и Спасителем, исповедует Его Спасителем, сердцем принимает, что Бог воскресил его из мертвых, Он является членом Вселенской Церкви, что есть Христос. Будучи в Поместной, это вот это видимое проявление. То есть либо это там Православная Церковь, либо Католический там Храм, либо Пратестантская какая-то Церковь. Понимаете, то есть значение Вселенской и Поместной Церкви, оно имеет немножко разное. Но важно тут один такой уяснить момент. Не бывает человека во Вселенской Церкви без Поместной. Есть такие люди, которые говорят, а я член Вселенской Церкви, я никуда не хожу. Друзья, такого быть не может. Такого быть не может. Это все равно сказать, я состою в браке, но я не живу с женой. Может быть формально, ты-то и состоишь в браке, но это тоже семьей не называется. Это тоже не семья. Это какие-то, знаете, товарно-денежные отношения. То есть семья, это когда люди состоят в отношениях. Вот это семья. И они эти отношения узаконены. То есть они как бы вот это семья. Так и тут. Может ли быть человек членом Поместной Церкви и не быть членом Вселенской Церкви? Тело Христово. Вот человек ходит в церковь, а он не присоединен к Иисусу Христу. Такое может быть? Может быть. Конечно, может быть. Может ли быть такое, что человек во Вселенской Церкви, но его нигде нету Поместной, в любой Церкви? Да, может быть. Не верю в такое. Почему? Потому что, смотрите, друзья, потому что человек, находясь во Вселенской Церкви, он все равно ищет единомышленников, близких по духу, пусть это будет домашняя церковь, пусть это будет маленькая церковь, но он не может сам по себе быть. Это не церковь, понимаете? Церковь, написанная, это собрание. Иисус Христос говорит, там, где двое и трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Как может человек быть членом Вселенской Церкви и не быть там, где двое и трое собраны во имя Иисуса Христа? Такого быть не может. Понимаете? Он в самообмане как бы. Он должен все равно где-то, ну, каком-то быть общении духовном. Пусть это какая-то маленькая церковь, пусть это там домашняя, но там должно быть единство верующих, единство веры, да? Пусть это будет там семейная церковь, но это все равно церковь, понимаете? А сам по себе в одиночном плавании такого быть не может. Либо это человек, который на грани как бы от падения, либо человек рано или поздно все равно куда-то примкнет. То есть, если считать семью как церковь, то это уже можно утверждать, что он находится во Вселенской, да? Ну, человек может быть во Вселенской церкви, и он является, у него домашняя церковь. Например, в Новом Завете немало было написано домашняя церковь. То есть, когда семья приходила к Богу, рождались свыше, были крещены Святым Духом, они вместе собирались, у них проходило поклонение, они вместе изучали Библию, они читали Писание, они молились. Вот это домашняя церковь. Она так и называется домашняя церковь. Но это все равно поместная, понимаете? Даже домашняя. Но человек может быть в поместной церкви, но при этом не являться возрожденным человеком свыше, не спасенным. И такого полно. Теперь смотрите, друзья, последний тезис, который мы с вами смотрели. Рождение свыше, спасение, сейчас я, извините, вытру свои тут эти письмена. Рождение свыше, спасение, крещение Святым Духом это неразрывные понятия. Когда же явилась благодать и человеколюбие, Спасителя нашего Иисуса Христа, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости в бане возрождения обновления Святым Духом, которого излил в обильности или обильно через Иисуса Христа Спасителя нашего. Чтобы оправдавшись Его благодатью, мы по упованию сделали сосредниками вечной жизни. Теперь смотрите, друзья, очень важный момент. Я, видите, в прошлый раз немножко я внес как бы такое может путаницу, но вот хочу немножко этот клубок размотать. Рождение свыше, спасение, крещение Святым Духом это неразрывные понятия. То есть, человек, например, он может еще не быть крещенным, водным крещением, формально не принадлежать какой-то церкви, но быть с ней, допустим, но он может быть крещенным Духом Святым. На примере язычников, к примеру. Почему? Потому что, смотрите, он спас нас по своей милости в бане возрождения, вот видите, возрождение, рождение свыше, он спас нас, спасение, и обновление Святым Духом, которого излил на нас в Духе Святом, крещение Святым Духом. Видите, вот эти три элемента, вот они в этом тексте как раз у нас и находятся. Спасение, баня возрождения, обновление Святым Духом через излияние на нас Иисусом Христом. Кто изливает Дух Святой на человека? Иисус Христос. Когда происходит изливание, то есть спасение человека и рождение свыше и обновление происходит, когда на человека изливается Дух Святой обильно. И изливается Иисусом Христом. Теперь, может быть, вполне возникнет такой вопрос. Может ли человек быть крещен Духом Святым до водного крещения? Может. может ли человек быть крещен водным крещением и некрещенным Духом Святым? Может. Если он не спасен. А сколько таких случаев? Да полно. Человек принял крещение, ну просто там папа, мама верующие, а может быть за компанию, а может быть ну там где-то окунулся, а он не пережил рождение свыше, он не обновился внутри, он не чувствует Духа Святого, он не чувствует жизни в себе Христовой, он не крещен Духом Святым. Человек формально крещенный, формально присоединен к поместной церкви, а во вселенской его нету, он во вселенской церкви, он мертвец, он мертвый. Может ли человек быть спасенным, крещенным Духом Святым, возрожденным, без водного крещения, может. И я таких случаев знаю. То есть в таком случае для человека крещение водное, это ему просто, он это делает уже как бы в результате спасения и рождения свыше. Понимаете, это не цель, это результат. Вот. Поэтому смотрите, если вы чувствуете свои жизни, новую жизнь, если вы чувствуете, что Бог работает в вас, вы родились свыше, у вас новые ценности, у вас новое мышление, вы молитесь, вы поклоняетесь Христу, Христос меняет вас, но вы еще не крещены водой по какой-то причине. Вот, например, вот сейчас мы в таком состоянии, что нельзя пока человека крестить, во-первых, зима, даже в пруду можно замерзнуть, либо церкви закрыты из-за коронавируса. В таком случае Христос крестит человека авансом наперед, но потом ему просто надо будет креститься водой уже в результате, да? Либо человек покаялся, он крестился, и его крестил Иисус Христос Духом Святым и присоединил к Васильянской Церкви. Понимаете, да, вот, ну, как бы разница вот эта. Хорошо, друзья, давайте немножечко вопросы. Сейчас у нас как раз пару минуток еще есть. Тема интересная, тема такая, знаете, она объемная, но, слава Богу, я вам очень благодарен. В принципе, у нас как бы очень хорошо получилось на эту тему поговорить. Субтитры сделал DimaTorzok